Привет, я Юра, и я мог записывать тиктоки, но решил записать ролик на Венкон. Обычно я играю в Легаси, но сегодня я решил поиграть в стандарт. Знакомьтесь, это Моногринстомп. Моногринстомп старый архетип, но он получил много сильных карточек из нового сета приключений в забытых королевствах. Обсудим же сам лист. Мы являемся темпой колоты, поэтому нам не нужно большое количество первых и вторых дропов. У нас есть 4 Сварум Свамблера. Данное существо хорошо синергирует с Лавстрак Бестом, а также за то, что целят наших существ плюс один плюс один жетонами, а они могут получить жетоны за Рейнджер Класс или за Грейт Хэндж. Мы создаем фишку 1-1 насекомого. Вервольф Пак Лидер. Это за 2 зеленые маны существа 3-3, что уже крайне сильно для стандартного сета. И у него есть способность в том, что каждый раз, когда мы атакуем существами суммарной силой 6 или более, мы тянем карточку. И в нашей колоде это очень просто сделать. А за 4 маны он умеет становиться существом 5-3. Лавстрак Бест, которого мы уже раньше упоминали, это за 3 маны существо 5-5. Однако у него есть маленькое условие, то что он не может атаковать, пока у нас нет существа 1-1. Поэтому его приключение за одну зеленую ману создает нам белого Хуммана 1-1. Казанду Мамонт за 3 маны это существо 3-3, но на землепаде оно получает плюс 2-2 до конца хода. А также с обратной стороны оно является тапанной землей. И при Манус Крю мы можем его поставить как землю и выйти на достаточное количество ман. 4 геймдрейзера, это за 4 маны 4-4, захват и пробивной удар, а также мутация за 3 маны, когда она мутирует, мы уничтожаем целевой артефакт или шары. Это отличное крупное существо, в формате сейчас есть шары, поскольку ими являются новые классы и в Мирорах, или у других колорах. Их очень приятно уничтожать и получать неплохую тушь. Квестинг Бист за 4 маны существо 4-4. На нем очень много текста, бдительность, смертельное касание, ускорение, а также он не может быть заблокирован существами силой 2 или меньше. А также каждый раз, когда он наносит повреждения оппоненту, он наносит только же повреждения целевому существу под контролем этого же игрока. А также он не дает предотвращать повреждения, которые должны быть нанесены существами под нашим контролем. Также у нас есть ряд существ, которые не имеют тип существа, однако ими становятся. Рейнджер Класс на входе привозит нам 2-2 Волк, затем позволяет накачивать наших атакующих существ. А третья ступень очень хороша против контрольных колод, поскольку мы получаем массу карт с Табдека. Эсикас Чериот за 4 маны это Веникл, который на входе делает 2 кошечки 2-2, которые могут его заводить, поскольку у него экипаж 4. И еще каждый раз, когда он атакует, он делает копию токена, который уже у нас есть. А токены у нас создают Суамблеры, а также Рейнджер Класс. Лейер оф Загидра умеет становиться Гидрой XX за 1 зеленую X маны. А Faithless Heaven за 3 снежные маны станет существом 4-3 со всеми типами существ и с бдительностью. У нас довольно мало не существ, которые не умеют становиться существами. Это Близзардс Бравл и Праймал Майт. Они позволяют нам драться с существами оппонента, причем Близзардс Бравл не дает нашему существу помереть. И еще 3 копии за Грейт Хэндж. Если нам его пропустили, то, скорее всего, игра выиграна, поскольку он дает нам очень огромный карто-адвантаж из ничего. Ну и, конечно, 15 снежных базовых лесов. Куда же без базы. А сейчас мы перенесемся в саму игру. Мы ходим первым, и мы видим Рубу. В ней есть 2 земли. Мамн и Казанду. Также 2 ремувала в виде Праймал Майт. Гарфул Пайк Лидер существо. И Голстрак Бист тоже большое существо. Данную руку мы будем кипать, поскольку мы выходим на 3 маны. Мы выходим на все наши сплы. Это шикарная рука. Начнем мы с того, что выложим Маманта, как тапанную землю. Мы подняли за снежный лес. И мы поставим Пайк Лидера. Начнем давить оппонента с ранних ходов. Оппонент нам предлагает Краба. И, скорее всего, это Роги. Затем он показывает Болото. Милит нам 3 карточки. И это 100% Бродяги. Другой колоды там просто быть не может. Мы поднимаем еще одного Пайк Лидера. И, скорее всего, пока с ним его. И Голстрак Биста, поскольку у нас нет кричи 1-1, не считая нашей земли, чтобы он стабильно атаковал. Оставить до существовала очень хорошая идея. В респонд нам говорят Энфорсера. И теперь наш план поменялся. Мы пофайтимся одним Пайк Лидером с этим Энфорсером. Поскольку Энфорсер является очень сильной карточкой в колоде оппонента, если не убить сейчас, то на следующий уже ход он будет получать смерть сильное касание, поскольку Раб смелит 3 карточки. И тогда мы его уже не убьем. Оппонент убивает нам одного Пайк Лидера. Но у нас есть второй. А также в руке у нас есть Ласт Рак Бист. И мы топдекаем Рейнджер Класс. Идем к атаку на 3, посмотрим на блоки оппонент. Оппонент пропускает. Отправляем в приключение Ласт Рак Биста и сразу же оставим его. Оппонент продолжает нас смелить, но боюсь, это маловато, чтобы победить. Он убивает нам второго Пайк Лидера, но у нас уже есть существо 5-5. И мы топдекаем еще одну, но сначала пройдем в атаку. Потому что лучшее правило топов, все, играй во второй мейн. Ставим нашего Биста и ставим с него Хума на 1-1. Теперь даже если нам убьют одного из них, то они все равно не отключатся. Плюс Гидра дает о себе знать. Нас кустнули на 2, но это вообще не страшно. Также поставили Луруса. Лурус это очень страшная угроза. Оппонент осталась всего лишь одна Мана. И я думаю мы безнаказанно сможем убить этого Луруса. Мы говорим Праймал Майт на 2, чтобы наш Бист еще и в атаке был посильнее. И теперь оппонент вынужден будет задавать Краба под Биста. Иначе ему прилетит слишком много, а именно Литл. У нас в 35 хитах, у нас есть на цели класс, у нас много существ, а Родине играют в Росали. Мы чувствуем себя комфортно. Оппонент поставил 2-го Лерда, пошел он в атаку, помилил нас на 4. Но карточек все еще предостаточно. И с одной карты в руке он вряд ли как-то сможет выиграть. Тем более у нас есть Гидра. Оживляем нашу замечательную землю. Она становится порщиком 3-3. И теперь идем в огромнейшую атаку. Оппонент даже не сопротивлялся. Он заблочил лаучару. И это победа. Вы видели вот такой небольшой, но надеюсь интересный ролик. Пишите в комментариях, если он вам понравился. А также ставьте лайки. Всем удачи и всем пока. Продолжение следует...